Их очень быстро размотали. Вот этого даззлова, вот этот вайпер. Ты смотрел, не смотрел? Нет, я точно пропустил. Я просто думаю, что это сам другая же история, что даззл в манке кинга в милишнике и даззл вайпера, который приходит на линию тебя терзать. И вот вайпер не терзает, в том-то и дело. То есть там концепт примерно тот же самый. А сработало все потому, что два саппорта перетягивались в любую секунду и наказывали. Есть ли здесь опция играть кем-то под этого манке кинга так, чтобы они приходили и даззл убивали, а не просто отгоняли? Я думаю, та история, в которой конкретно сам манке кинг от No1 будет очень много перемещаться по карте и уже помогать своим сайтам. Для не этого у него герой достаточно хороший. Он особо не нуждается как раз-таки в активных рунах, в отличие от Лишака. Поэтому здесь от собственного индивидуального с кила будет возможно отталкиваться нунчиком. Так, ну что, у нас смоки прожимаются такие чуть-чуть запоздалые второй волной. Топсон выходит, смок спал. И там Вард стоит, его видели. Его заметили сейчас, да. Но было бы здорово, чтобы они побольше жали смоков. У меня бинго горит в компендиуме. Я нарлял строчку. Убийство смока. Поэтому здесь поставили Вард. Ой, Вард стоит и Фишман подставил сюда. Да, причем он уже видел, что его поставили. Или не видел, покажи. Не видел, там как будто часть героев под смоками была и кто-то мог поставить, что Фишман не заметил. Я понял. ФП достается еще и Топсону. Вот так вот. На двадцать четвертом Дазле совсем хорошо получается старт. И по рунам, при этом всем, что четыре героями силы этого Байназа, все равно 2-2. Ну вот так, с утяжелителем будет начинать No-1, где против тебя двадцать четвертый пик, так еще и с First Blood. Это не то, что хочется, конечно, получить. Но придется работать именно с этим. Топсон начинает сразу No-1 заплевывать здесь. Ну что, погнали. Вторая карта. Здесь, на самом деле, очень даже неплохо, что Тундра забрали карту под номером 1. Потому что Cloud9 вчера сделали 2-0. Сами Тундра сыграли 1-1. Во имя конкуренции, да, за верхние статы в групповой стадии. Чтобы потом получить себе утопный Decider. Выигрывать надо каждую карту, отдельно взятую. Поэтому и за эту карту тоже должна быть борьба. Ну, с этими пожеланиями бросаемся смотреть на игру. Мне очень нравится Dragonite. Сейчас даже дошло до того, что многие команды вообще, куда бы ни поставили ДК, они стали использовать только с аспектом Fire. Я такой посмотрел на все это дело. А почему бы действительно и нет? А могу даже объяснить. У тебя вот есть такой же герой, примерно, Скорпион. Который, знаешь, есть крутой аспект с анализом на песочек и так далее. Но никто его не берет сейчас. Не изменит ни в тройку, никуда. Потому что ты просто можешь двигаться по карте и фармить. Делать деньги. ДК с Fireform просто делает деньги. А с вещами играть удобнее. Вновь, друзья, приветствуем всех пришедших к нам с Red Zone. Мы продолжаем следить за классным противостоянием Cloud9 Tundra. Вторая карта. Первая карта получилась очень эффектной, очень содержательной. Как пришли к выводу. Надеемся, вторая карта будет такой же. Потому что ребята из Cloud9 снова делают ставку на своего тинкера. Чуть-чуть отменили других персонажей. Ну, а Tundra взяли все то, что хотели взять. У них очень классный подбор героев. И вот мы только начали обсуждение по поводу ДК. Снова нам показывают ДК именно с огненным аспектом. В руках Пьюра на керри. Под Shadow Demon. Вообще классно. Я думаю, у Пьюра здесь проблем вообще не должно быть никаких. Линия Underlord Tinker. Ну, в ней не чувствуется силы. В ней чувствуется какая-то устойчивость. Надежность, я бы даже сказал, да. Возможность не умирать. Но вот силы для того, чтобы убивать, в ней точно не чувствуется. Ну, если только кто-то сильно подставит, сам задавит. Я думаю, именно вот все будет зависеть от того, насколько активно будет смещаться, ну, на Monkey King. Потому что именно с подключением Monkey King ситуация на сайтах может действительно поменяться. Можно прийти вниз, сыграть против Рамзеса, тут против этого снайпера, да, который достаточно уязвим. Можно пробовать и численным большинством ДК пробить. Вполне себе. Мне кажется, что просто краски ДК мы не надо трогать. То есть у них есть опция какого-то одного героя, вот, забить на него. Потому что есть Бэйн, есть, типа, там, арена МК, вот это все прочее. Любого одного выкидывай. Мы его запустим вот потом. Никого убить проще будет, Тобсон. Ну, это ладно, да ладно. Ну, он. Ай-яй-яй, затыкал. Просто Тобсон затыкал. Пытался как-то минерировать Ноуан, не получилось. И Тобсон опнул себе третий уровень. Пошел второй поезд тачи и уничтожил Monkey King. Ну да, Ноуан и так получил против себя контрпик. Такой вот неприятный, как это на линии, да. А тут еще Тобсон ФБ подарили. Совсем ужасный. По крипстату не особо получается. Еще и в соло-фрак Ноуан дает. Это может затильтовать немножко Ноуана. Мы знаем, Ноуан не любит такие расклады. Может, может. В прошлой игре Пош Тобсон, например, не расстроился, когда он умер в соло. Вошел в игру, выиграл. Так вот, возвращаясь к спичу, что... А кому проще МК победить? ДК или снайпера? ДК или Слордара? Потому что мне кажется, что ему надо вот именно делать упор на низ. Когда он сможет себе это позволить? Потому что такое чувство, что в какое-то время надо будет собрать весь кулак Олден и в центр пойти помогать Мангску. А не чтобы он двигался по карте. Ну, сейчас-то точно. После того, как и так пришел мощный Даззл, так еще и в соло Мангкинг погибает. Уже хочется играть под мид. Потенциал, наверное, точно имеется, да. Условно перетяжка какого-то Бэйна. Можно вдвоем раскрутить ситуацию. Так, у нас здесь атака. По итогу Катаоми старается пожить. Не получается этого сделать. Дем разменяться здесь тоже не сможет. Он с Курьера срезал одному. Ну, фраг. Очередной фраг команды Тундра. 3-0, ребята. Снизу Ватса подставляется. Ой. И Фишман. Фишман пытается Аксу разменять. Не получается. Его кайтит. Отстрел. Фишман. Боже, как плывут Cloud9 на второй карте. Посмотри, что происходит. На всех линиях. Просто беда. 5-0. 2 тысячи преимущества. В динайлс еще обнитирал Акса, чтобы не дать ни голды, ни хп, ни чего. Просто перезарядиться. Да, ситуация не из приятных. Знаешь, это та игра, где я бы хотел видеть крипстат вместо нитворцев, что они так грустнеться. Заколудай. Все в порядке, как обычно у тинкера. У тинкера по кайфу, да. Котовыми соблюдается тенденция, что он свой фарм всегда находит. По экономике у него окей. Ну что, ну Вану-то делать. Жесть какая. Покупайте перчатку. Все. Против такого богатого топсан ты подойти не можешь на рейндж. Получаешь сразу poison touch. У тебя просто бьют с руки. Пятый с половинкой уровень. Ну, нужна помощь. А там тинкер, который до шестого не особо помощник. И вообще, то есть герой больше о дефе, чем о атаке. До покровения покупки слотов. И у Байна реально тоже не пошла линия. 900 нетворс. Я думаю, там если пахнет тапком, то уже не плохо. Вниз перетяжка внезапная от Манки Кинга. Но Ван решил погангать. Вот так вот. Рамзеса пытается забрать. Шапнель хорошо через палку забирает. Приходит сюда при этом Топсон. Поиск тач фишмана. Но Ван нужно туда бежать. Размен точно состоится. Топсон делает киллинг спри. Ну, как-то так раскачивать линии приходится, да. Интересное решение исполнения Вана, но реализовано. Тут как-то каким-то образом DM с Катаомиша. Ну, демона сцепились. Могли забрать. Ну, как-то выдыхают. Выдыхает Cloud9. Делает парочку неплохих мув. Пытает стабилизировать ситуацию. А Топсон преследует просто Нуна. Он просто ходит за ним. То есть он же телепорт нажал вниз. Прибежал в центр. Вопросы у дема я. Пропустил, правда, какой аспект. Надеюсь, не на сплэш. Ну, стакает потихоньку тинкер там, да. Понятно. Та же попытка сыграть вот через фармливание стака, чтобы вывести какого-то и сколько героев нужное количество экономики. По-другому. То есть ты сыграешь, но Ван пока снова Плэзон Тач. Приходится спрыгивать. Тут и Вайт Мон играет, котовыми подтягивается. Так, примет на себя внимание. Марш оф Машинс. Лазер залетает. Нужна помощь в центре. Хотя бы такая. В центре фишман. Хорошо. Регенерацию. Первая активная руна. Снова обратите внимание, что саппорты Тундра всегда играют по Топсу, но очень активно. Оба смещаются для того, чтобы первую активную руну законтролить. Но здесь фишману повезло. Хороший слип. Законтролил. Увел на тебя прицел. Не знаю. Ну Ванну вот. Ну хорошо. Один выход снизу через телепорт он нашел. А дальше-то что делать? Ситуация концептуально на линии ты не поменялась. Ты по-прежнему не можешь подойти к репам. Тысячу голды разницу они уже имеют. Ну где-то как-то ходить гонгать. Смотри, паскайни. Паскайни фишману знают, что он пришел за руной мудрости. В прошлой карте он делал то же самое. Там смещался. Мы помним Топсон и фишману не позволили осуждить его коварный план. Поэтому он здесь не позволяет тоже. Тоже уже стакает. Пойзон три стака. Курьеры не дают. Кайтят на фишман. По ощущениям тут обречен. Потому что приходит и Рамзес. Ну что тут сделать? Слип уже потрачен. Будет краш всегда. С рапшем даже на всякий случай, да. По одной руне мудрости. И снова на этом же спауне. В очередной раз вторую карту подряд погибает фишман. Получается кэшбэк за руну. Ну типа одну забрал его тиммейт. Вот возвраты экспы в виде фишмана. Да, но только тундра свою тут тоже ровно мудрость забрали. Ну тут соль. Ждем этот, что тоже подключит такую функцию. Пятый левел у Саксы. Тоже третий шопной взял. Стал супер опаснее. Вот сейчас Найтвижн. Найтвижн два юра встретились. Здорово. Ку-ку. В смысле? Ватс вообще не понял, что произошло. Такое ощущение, что он не смотрел в этот момент на точку, на которую бежал. Можно ли назвать его Белоснежкой в этой истории? Который встретил первого гнома. Жестко. Очень жестко. Ты попробуй, конечно, но я максимально не поддерживаю. На всякий случай осуждаю. Так, у нас забирает вышку снизу. Катапульта. И тут тоже ничего не сделает. Просто видишь, он вышел и уснул. Не убежал сразу. А, в этом плане. Тогда подержу. Затерялся немного, да. Фишман снова под мид. Снова на контроле активные руны. Спаунц на топе. И снова третий Шапнель. Снова тут очень много урона. Просто посмотри, на как вытекает его здоровье. И вот есть Пойзен. Второй, третий, четвертый, пятый. Ха-ха-ха. Фишман. Фрейнцап бесполезно. Руну не законтролили по итогу. Даже не с Денайли. Приходит Пюрр, забирает Amplify Damage. Не спал, друзья. Центр сейчас тоже будет уничтожен. Быстро, жестко играет Тундра. В максимальной концентрации, конечно. Ну, посмотрим, да. То есть, конечно, есть богатый Underlord. Плюс мы не забываем, что у Тундры есть особая примечательная черта команды. Вот, начиная обычно с девятой минуты, у них происходит небольшой фид-фест. Будет эта концепция повторяться. Есть ли здесь об кого нафидить? Вот в чем вопрос. У тебя же билд на ДК он всегда одинаковый. Плюс-минус, да? Броссерочек, ПТ, армлет. Ну, и там посмотришь, там СЕ не СЕ, даггер не даггер. Что ты, короче, покупаешь. И есть ли... Не успел Тобсом. Ай, я и Poison Touch не зацепил. Чуть-чуть. Есть ли чем нафидить такого ДК? Посмотри, они уже пришли в двойку. Я думаю, сейчас найдем, чем нафидить. Кажется, история повторяется. Ну, стаки отдавать не хотят, клаудные. Должны за них драться. Но Ван должен Poison Touch. Приходит Катаоми. Вайтмон продолжает стакать Shadow Poison. ХП остается маловато. Фишман на перехват идет. Но кто-то из Core-героев нужен. Сли пошел. Underlord ставит как раз-таки клетку. Попытается прийти через Финцгейт. Но залетает, конечно, палка. Но в одного героя Фишман сражается против Вайтмона. И получается, Рамзес тоже здесь. Но Вану больно. Арену раскастовал. Но в ней бы пожить. Разменяли что-то демона. Но потеряли уже одного героя. Диэм потерял. Это тоже его. Тут не сможет ничего не сделать. Топсон его тоже откайтил. В итоге 1 в 3. Ой, ну вот здесь прям совсем жестко получилось. Как раз-таки история о том, где Cloud9 по идее должны были наглых соперников убить. Вернуть экономику. Они, получается, и наоборот отдались. Отдались, да. У тебя тингер обогнал МК только что. Да, забавная история. Записывай. Следующая Луна. Ну, потому что он стоит мимо машинки. Представь, если бы он еще был не левел 6. Ну, вот здесь-то посмотри. Вот дизрапшин еще только по Манкин, который сюда пришел. И Рамзес классно подключился к своей команде. Ну, молодцы, Тундра. Вот здорово. Вот здесь команда вот с пятером сыграли. Мы видим, что в этой драке не было Луны. У Луны был Эклипс, к слову. Наверняка Вацан как-то мог бы помочь. Какие-то нюки покидать. Он просто не успел подойти. А вот Тундры были собраны. Тундры были сконцентрированы. Это он. Рамзес здесь. Эклипс. Раздать. Нужна помощь. Хоть немножко. Вот те самые забеги от Тундры, да? Классические. И какой же нужный даблкил сейчас можно получить для Вацана? Какой же важный? Ну, вот просто получить немножечко мотивашки себе и чуть-чуть экономики. Чтобы продолжать качаться. Чуть получено. Перебивает ли просто Луна без гигафарма? ДК. На гигафарме. Вот в чем вопрос. Я бы вот здесь, конечно, в эти обсуждения охотно бы вдарился. Но у меня есть большой другой аргумент про Тундры. Это то, что есть дазл. Дополнительно к этому. Да. На самом деле есть и Слардар. И самое, наверное, приятное, что у тебя в ШД есть. В Луну. Да, да, да. Слышь, что много. Ты же очень много слышишь. То есть даже... Нет, ну вот просто видишь, если и Core Matchup и так проигран, то остальное это просто гвозди, которые ты вбиваешь один за другим. Если Core Matchup выигран, то это хотя бы можно попытаться как-то удержать. И вот вопрос в том, а кто сильнее, Луна или ДК в своей базе у меня? Потому что этот Core Matchup в связи с отсутствием Луны по большей части остается террикогнитой. И сейчас мы сразу узнаем. В ней дело, не в ней дело. И как вообще под нее можно здесь сыграть и что можно придумать? Где-то должен, по мнению Cloud9, опять же, только вот рассуждая с их стороны, вот их имени, да, раз уж не можем пообщаться конкретно сейчас с игроками. Но наверняка должен где-то свое веское слово сказать Тинкер. Ну, неспроста же. Две карты подряд на ФП. Под него делаются и строятся все драфты. Атака. Насла ордера через Финцгейт. Арена ставится. Нужна клетка. Палка в тайминг. Плотный Рамзес, кстати. Очень плотный, но справляются. Ну, вот так. Вот так, да. Как-то вот на перетяжках, пока тундры не собраны. Через Финцгейт. Классная игра от андерлорда. Можно. Можно держаться, можно жить. Тундры дают шансы. Тундры на фиде или там даблкил Ватсону отдали. Сейчас Низлардер отдается. Классический тундры на этой минуте. Самое главное, что вышки. Даже Т2 не падает на такой минуте. То есть какую-то часть карты они держат. Есть где фармить. Потому что герои у них могут сильно напрячься в ситуации, где там... Ты можешь вот получить дазл в такой точке, например, карты. Где это? Ой, ладно. Хорошее решение. Классно в клетку вначале поставил. Питов Малис. Тобса на перехвате. ДК подтягивалась. Но андерлорд смог убежать. Всем хорошая работа. Сейчас важно, да, избегать возможных оттач. Стараться максимально тот же соперника. Ловить на перетяжках и делать какие-то фраги. Просто терпеть. А там уж посмотрим. Да, там какая-то богатая луна. Ну и тинкер тот самый, который продолжает фармить. У которого он творст такой же, как у вашего мидера. Ну мы видели, что он покупает там Holy Locket себе, да, первым слотом. Это база. 2-0, Holy Locket. Дальше смотришь там. Иногда грифсы делают. Иногда какой-то боевой билд. Иногда там Solar, Glimmer, Pipe. Ну всё на команду. Что-нибудь, да. Потому что деньги делать и придумать их можно и легко. Вопрос просто, что команде нужно в этой игре вот у нас? Видишь, Арканы делает. Нужны ли они саму тинкер? Нет. 100%. Но на команду, да, прикольная тема. Да, тут что-то хочется сделать с Corrosive Heist, да, с этой вот меткой. Извлекает своих тиммейтов из-под контроля. Ну, Lotus какой-то можно сделать. Lotus Fuzz Poison Touch будет залетать. Жёсткий очень от Dazzla постоянно. Покупает себя как раз Топсон Аганим. А, есть о чём подумать. Снайпер 14, всего победа 5. Ага. Ну это к слову. 30% минрейта за первый игровой день у снайперов. Это не самая хорошая цифра. При том, что это самый востребованный персонаж оказался. Но цифры вот совсем не самые хорошие. А винрейты не совпадают с пикрейтом совсем. Они прямо противоположные, я бы даже сказал. Причём, опять же, если я правильно смотрел карту, то одну из побед оформил... Успеет улететь? Ты посмотри, к нему поставили портал, в который он ушёл. И на этот раз он своровал его на мудрости. В этот раз без кэшбэка, да. Заставил тундру ещё сюда стянуться. Красиво сыграно. Вот на каких-то, знаешь, маленьких нюансах. Вот там подворовали. Тут какой-то маленький даблкил. Что-то через фингейт с ларда разобрали. Там избежали атаки в сторону андерлорда. Держатся каким-то невероятным образом просто слитого лейнинга. Команда Cloud9 ещё находится на сервере. И, между прочим, нормально находится. То есть проигрывать всего 2000. Всего 2000. Но, опять же, вот как в прошлой карте, чуть-чуть этих денег это тинкер. Вот чуть-чуть перевеса, который есть. Но это всё ещё тинкер. И всё ещё непонятно, вот эти 4800, они хоть во что-то придут? Или это просто 4800? Мы проверяем. Мы всё ещё проверяем этого тинкера. Атака на снайпера. Быстро забрать выйти. Добсон серию убийств. Ну, Ван прыгнул! Там три соперника. Запрейгнул. Коротев есть. Его просто скинули с ветки. Даёт слип фишман. Как что Ван да ныряет в соперника. Вообще не чувствует в них какой-то опасности. Вот не читает карту. Я бы так это назвал. Карта не прочитана. Аганим у нас появляется у Тобсона. И... Я всё жду шарты. Чтобы вот была лишняя опция. Знаешь, какой-то хексик получить. Кого-нибудь. Какие-то рюзи инстанс есть. Что-то сделать. Это потом пригодится. Я думаю, может быть, не надо прям рашить себе этот шарту. Прямо сейчас необходимости острый нет. Ну да, согласен. Но на 20 просто он его не получит. Ну я говорю, то есть покупать-то не обязательно сейчас. Можно и потом. Благо с мидом мы всегда деньги найдём. Но хочется, хочется сейчас. Вот что-то ты пришёл и уже хексик, и уже там манта была. Вот это вот всё прочее. Как, кстати, вообще, я ещё не спец по мидазу. Манта с настакинем вот этого, что поздно работает. Напрямую вообще не работает или чё как? А я тоже не специалист по-дому. Это ты как аналитик должен рассказать там, как это работает. Ну вот я могу тебе за тинкера. Я могу тебе за шадлдема. Вот не к тому ты готовился. Не к тому. Но я же не мидер. Я же не мидер. У меня, если что, сетка сделана под позицию 4, 5 и 1. Для удобства драфтов. Так, ну что, Рошан. Тем временем забрали Тундра. Егис в инвентаре у Пьюра. Естественно, с Энджин Яш он себе приобретает. Рамзес с блинком выходит в БКБ. Но Ванса тапит. Арена раскастовывается. И приходит Фишман. Ставится Финцгейт. Быстро забрать. От Тундры реакции никакой. Очередной раз на той же самой точке ловит Рамзеса. Ну, ему, понятно, не хочется просто так бегать с командой. Потому что ему нужно набирать свой нетворс. Ему нужно выходить в свой блокимбар. Ну, и поэтому он становится легкой целью для атаки. И выходит на слабый инфорс. Ну, и в прошлой игре была такая же примерно марта у него. Его тоже, там, до БКБшки находили сколько? Два или три раза. То есть, знаешь, вот там, рецепт осталось купить. Раз, рецепт осталось купить два. Так, куда делись хпнули? Эклипс. Сакса. Пытался пойти занять. Хорошо. Отпрыгнул назад. Его не зафокусили. Ну и сейвит. Но Вана здесь. Заслипал Фишман. Сам, наверное, будет умирать. Ассинейт пролетает именно в Бэйна. Сбросил еще. Кранату. Старить деньгами. Да, да. Ну ладно, 100 тиммейтов спаслись. Все core-герои. Это довольно важно. В текущей моей ситуации мы не хотим вообще не принимать каких-либо драк, потому что мы играем против Аегиса. Опять против очень богатого Пьюра. Но этот раз не с очень большим преимуществом по экономике над соперниками. Тогда мы помним над 20 у него было там две-три тысячи превосходства. Здесь меньше... Ну тысяча, да, получается. Тысяча с небольшим. Ну ладно. Небольшой перевес все равно присутствует. Окей. Но при этом тот же самый Кримсон на Андерлорде готов. Это к слову о том, что по-моему опять играют там без акцента на ауры, да, ребята из Тундра. Сейчас вот, послушав там интервьюшки с Мепошкой, с Коллапсом, которые выходили перед TI, они вот тоже, ну буквально в один голос заявляют о том, что аура наконец проходит. Больше акцент можно делать на атакующие какие-то предметы, на ауфлейнерах особенно. Вот. Но Диэм пока по старым образцам. Кентавр, Андерлорд, Кримсоны какие-то просто защищают себя, свою команду. Не, ауры очень сильные. Просто тебе тяжело зайти, если у тебя герои другие неподходящие. И по итогу у тебя вот, вот представься, например, Дарксир. Ну а как еще можно собраться, как не Баура? Не, ну понятно. Есть герои, которые для этого просто предназначены. Да, вот Андерлорд. Ну как можно собраться, как не Баура? Можно ли было не брать Андерлорда? Да, определенно. Но если уже взяли, то наверное, ауру ок. Не ауры, это атос. Хе-хе-хе. Идти в атос и какой, не знаю, что-нибудь. Баттлфури? Ну не, ну ладно. Если надо пофармить, то у нас есть аспект. Там, кстати, он очень красивый, когда много на стакаешь. Так, ну вот, тем временем, пока терпит Cloud9. Где-то высматривается Мека на Тинкера. У него есть Аркейн Бутс, но не появляется Мекканзу. Ну давит, конечно, Тундра, да. Пытаются играть намного глубже в зонах соперника. Под Тир-2 стоит Пьюра. Вообще ничего не боится. Ну правильно. Таегис такой богатый сам по себе. И Драгон Найт очень большой. 3300 у него хитпоинтов. Вот активным армлетом. С таким драться вообще не хочется. Хочется потопиться. И он будет ломать вообще все внешние строения. Потому что Драгон Таегис это достаточно. А может быть, с этим под дазом даже можно постучаться в хайграунд. Вот последующий ультимейт. Но пока видит, 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 видит Фишман. Опять под Вардом бегает. Фишман ставится. Эндрик понимает, что сейчас пробежались под Вардом. Надо сбить и просто уходить. Потому что Рамзес, Пьюр уже рядышком. Рамзес, но скорее не слип успевает Фишман дать. Телепорт. Раз слипали Рамзеса и Фишман здесь погибнет. Но зато Вард сбили. Пьюр делает серию убийств. Можем ли мы сказать, что пока хорошо реализовывается Аегис в инвентаре от Тунта? Пока можем сказать. Я вот точно тебе скажу, что они ничего не потеряли за этот промежуток времени. Они сделали какие-то фраги, сломали какую-то вышку. О, сейчас могут перехватить спали со всех сторон. Зажим Топсона. Это крепкий зажим Топсона. Я такое где-то видел. Топсон убегает каким-то образом. Туман войны, да. Ночь на дворе не видно, не видно. Причем краски Луна ты вроде бы и видит ночью. Но недостаточно далеко. Да и Топсон быстрый. Чтобы увидеть Топсона. Вообще это был бы сочный фраг. Вот прямо сейчас. Ого, какую шмотку приобретает себе Пьюр. Он сразу делает себе нулик. Это интересно. Просто уверен ли ты, что они убили бы этого, да. То есть даже если догнали. Я думаю, да. Я вот не уверен. У нас сейчас ДМ подставляется. У него есть много довольно клавиш. Значит, чтобы жить. Но проблема в том, что ты покупаешь этот Кримсон. Вот активируешь против тебя Даззл, который нажимает Демоник Пурш. У тебя сейчас будет нулик от Пьюра, который несет себе уже Курьером эту шмотку. И в итоге вот фокус, конкретно фокус команды Тудор, конечно очень сильный будет. Тут цель, которую не выберут для атаки, она фактически будет ну уничтожена. И ну я даже не знаю, как защищать. Ну да, какие-то грифсы, конечно. Тинкер пафы развесят. Но хватит этого, чтобы справиться с дэмэджем входящим. Непонятно. Понятно только, что подкончание Экиса Тундра проходит по вышкам дальше. Забирают Тир-2 по миду. Дальше будет смещен актент на снесение Тир-2 по верхней линии. Забирают руну Мудрости на 21-й минуте. Там жестко зажимает соперник. Хотя вот так смотришь, вроде бы та, ну ситуация тяжелая крайне у Cloud9. А при этом по экономике они вообще не проигрывают. Фантастика, конечно. Слардера нашли. Что с БКБ? Рамзес? Нету. Обычный вопрос звучит по-другому, конечно. У нас официальная версия. В этот раз он отправляется в таверну на 43 секунды, и БКБ, судя по всему, нет. Ну да. 2 700 у него было, сейчас опять денег потерял. Ну давай так, смотри, что фида 2000 голды он придумал, то есть примерно к следующему уже БКБ точно поделится. Если чем его убивать БКБ, да, у них все еще есть бейн. От этого никуда не деться. Но подцепить уже будет чуть сложнее. И опять же, если он нажмет БКБ и умрет, или не нажмет БКБ и умрет, но ты потратишь финс грипп, это как все равно плюс для твоей команды, потому что его не будет потом на ДК, его не будет потом на снайпера. Да, все так, да. Ну понятно, что идея на БКБ нужна. Выбиваешь какие-то специальные нюки от соперника, того же Бэйна. Вопрос в том, что сам Рамзес, наверное, не очень доволен тем, что происходит какое-то для его игры на карте. В экономике вот с каждой минуты он фармит хуже, чем кто-либо из кор-героев. При этом он пытается фармить обособленно от своей команды, и именно из-за этого его ловят, наказывают и убивают. И по итогу ты смотришь, вроде все плюс-минус качаются, все классно, все клево, а у тебя на Творс даже не шестой, седьмой. Где-то там втихаря Котаоми тебя и по экономике обошел. Ну, видишь, он уже с грисами, сейчас Линзис доделает, и потом вопрос, что будет дальше. Хекс, Дагон, Даггер, Шар. То есть какой вариант сборки мы от тобой ждем от Тинкера? Ты видел когда-нибудь грустную селедку? Да. Это она? Нет. Вообще грустную селедку это я когда-нибудь. Короче, это одно из тех блюд, которые я плохо просто употребляю и ем. А, перевариваешь? Да, я не перевариваю. Именно не люблю по вкусу. То есть из-за стадика, знаешь, вот этого типа детских травм. Я думаю, Рамзес тоже не любит грустную селедку. Хорошую, веселую. Я уверен. Я уверен, что это так. Сюрстреминг? Да, это вот как раз сейчас Рамзес, да. Грустная сельдь. Так. Он реально крайне близок к БКП. Смотри, смотри. Сейчас будет еще грустнее. Опять, опять. Да что же вы делаете-то? Финцгейт и перехват. Команда рядом, кстати. Команда рядом. Рамзес каким-то образом уходит. Shadow Demon. Выигрывает время. Эклипс пошел. Пытается выйти Рамзес. Блинка утожал. ШД заберут. Как же долго живет Вайтмон. Но удалось спастись. Это знак. А на самом деле ребята с наутами потратили безумно много кнопок, чтобы убить. Да. И сейчас нужно вообще уходить. Надо выйти отсюда. Ассасионит. Манда стал нажимать под него. Нуван палку. Нужно тоже отбегать. Потому что Pure набегает уже. Или как-то через телепорт и вернемся обратно. Ресурс с ним. Рамзес прыгает. Соперника без ВКП. Рамзес прыжок. Великолепный прыжок. 10 из 10. На уровне того, что Нуван исполнял последнюю карту. Теперь у нас залетает Глэйпнир. По снайперу. Прыгает. По шардам Нуван соперника. Байтит на себя. На самом деле использует Мисс Чиф. Пошли Грифсы. Нуван и Финс Гриб. Хорошо на ДК, чтобы он не бил. И справляется пока Нуван. Топсон за спиной. Pure помочь. Pure. Грейв получает. Ну и пытается сделать телепорт. Если чем сбить. Пласт. Хорошая палка в исполнении опять-таки Нувана. Pure погибает. Это минус 3. Ну и Топсон здесь остается буквально один. И тоже отправится отдыхать. Минус 4. Выигранная драка от Cloud9. Очень классно все прошло для них. Да и тут. Я даже не знаю как это объяснить. Что сейчас случилось. Потому что с одной стороны сделали крутой мув и Рамзес ушел. Они сделали то, о чем мы кричали. Они потратили все ресурсы. Таки Тундра. Ааа. Так они правильно говорят. Все ресурсы потратили. Бежим. Время прыгать. Но потратили все да не все. Остался Финс Гриб. И это было очень важно. Потому что как раз таки. ШД бы мог спасти тебя от него. Вот здесь возможно и Тинкер тоже зариснул. Ну как возможно. Точно зарешал. Фокус пошел. Ты посмотри. И начинает Котаоми просто на Нуван накастовывать. Он урон терпит. А тут как раз тот самый Кримсон. И выясняется что у Бьюра не хватает того самого пробивающего. Да урона потального. Чтобы просто убивать соперник. И Бхабехи тоже очевидно не хватает. Потому что под лазером у тебя миссии. То есть он еще и не бьет. Ну что это важнейшая драка для Клауд Найн. И благодаря этому тимфайту они сейчас выходят далеко вперед. 9к преимущество становится. Они сбили очередной раз тайминг на покупку Блэкин Баров. Они приняли очень крутую драку. Ну и по макро конечно классно сыграно. Все таки вот Тундра давили давили да. Но где-то вот Клауд Найн сыграли все равно чище. Они меньше подставлялись. Они больше находили у этих убийств через Финсгейт. Они фактически кормились на Рамзесе. И в нужный момент когда они поняли что у них все хорошо получилось. Пошли и подрались. Ну опять же в моем понимании вот все так. Но тут сами Тундра творцы этого счастья. Потому что сам Рамзес пошел и просто впрыгнул в Луну без БКБ. Вот куда он тех же обилок. Этого тоже можно было бы избежать. Ну Рамзесу тяжело вот тут. Определенно. Не знаю этого игрока его настрой его майнсет вообще вот терпеть. Бегать на Слардере с блинком. И тебя постоянно убивают. А команда при этом просто качается твоя. Это прям вообще невыносимо и тяжелый. Ты видишь да что вижу я? Что? Сверху слева. О! Один вы выиграли карту Экстрим. Поздравляшки. Вот это вот. Это новости. Вот это новости. То есть не знаю как на дела у героиков. А я тебе скажу одну из причин по которой так могло произойти. То что они и так с первого выходят. Экстрим достаточно выиграть было только одну карту. Ага. И они обеспечивали себе топ-1. Они это сделали? Вторая карта после выигранной первой им уже была не нужна. Ну я думаю что они на самом деле вот в рамках этой групповой стадии все равно к каждой карте относились примерно так же. Просто в это совсем не пошло. Потому что они и вчера могли бы вот залить против героиков вполне матч там первую карту или вторую карту. Ну то есть там все было достаточно близко к этому. Но у нас достаточно близко к тому чтобы забрали Рошана себе ребят из клоудов. Тем самым они еще больше укрепятся на карте. Сейчас появится Aegis преимущественно. У меня дежавю просто небольшое. Потому что карта вот она такая же была. Забрали первую Рошана Тундра. Пошли на фидели. В какой-то момент времени забрали Рошана клоуда. И потом проиграли игру. Вот болезнь Тундра конечно. Но не получается чисто играть. Вот они очень хотят играть очень быстро, очень жестко. Так чтобы выигрывать карты после лейдинга там за минут 20-25. Чтобы соперник уже писал ГГ и выходил. Но раз за разом это приводит все к одному и тому же. Что где-то в мидгейме немножко ребята закидывают. Игра в итоге затягивается. А там уже в лейте выясняем пьюр вытащит или не вытащит. Классика. Но теперь у Cloud9 есть все для того, чтобы конечно победить. Очень хорошо раскаченные персонажи. Куча бафов, которые Тинкеру уже как раз таки сейчас очень хорошо помогают. Расставили Вижн, под который можно играть. Да, пьюр купил себе БКБ. Пьюр стал жестче, сильнее. БКБ наконец появилось у Слардера. Тоже важно. Два Блокинг Бара 9 секундных. От них можно отталкиваться, от них можно играть. Хватит ли этого теперь. Ну кстати у Ватсона появилась бабочка. Да, вот в ответ к бабочке мы не подготовлены. Но слушай, бабочку в ШД брать это всегда чревато. Вот один только тейк у нас есть. То что иллюзий тоже будет с бабочкой. Ну тут да, тут хочется демоник буржем до цели, которые под бафами дотянуться. Нам нужно попробовать дать дизрабшен в луну. Ну, это еще и депрессионку занимать как надо. А ты можешь считать в иллюзию луны? Она же маунт и жмет. То есть там знаешь, билд подходящий для шедоу демона у луны. И то же самое делает, ну вон. Вообще, дейдл знаешь, да, у пьюра? Не знаю, ну пьюра вообще, наверное, вопросов быть никаких не может. Он довольно чисто на керри играет. Сборка не сборка. Ну что, он на самом деле покупал нули фаер с целью игру закончить. У них же все просто было. Игра была фри, все было замечательно. Выкупал нулик, чтобы точно убивать те цели, которые он будет прыгать. И все должно было быть хорошо. Но одну драку проиграли и все стало внезапно ужасно. Но благо успел купить себе БКБ. Сейчас еще блокинг баров на Слардере, на ДК нужно будет отбиваться. Ну пока отдают просто вышку. Неханят лезть дальше. На, опять же, там Айгис. И тут будет подъем. Хайграун тут по всему. Под баннер. Луна бьет. Стоит в позиции. Баннер есть. Просто так баннер, то не уничтожь. Стоит теперь подойти. Получает Питов Малис под ноги. Атос. Димони Клинс. Юра подбапает. Нулик на Ватсона. Есть грибцы в ответ. Ладно, баннер сняли. Грифа, кстати, нет. Ватсон продолжает бить. Получает стан. Ватсон терпит. Ватсон. На развороте ставится арена. Ватсону больно под пользу тачи. Айги слили с него. БКБшки нет. Сразу грейп. На всякий случай, чтобы не погиб ДК. Но БКБ пока свое не тратил. Так. Айги сняли. Довольно, кстати, минимальными потерями. Майлом и ресурсами. Нужно ДК немножко восстановиться. И он будет готов вновь. А ребята из Cloud9 вынимают, что стало тяжеловато. Уже небезопасно. Да. У них теперь нет Айгиса. И противник тоже не особо много чего нажимал. Можно попробовать переждать форму ДК. И попробовать засти пока ее нет. Нет. Отпрыгает стартер. Пошел синициировал. Манкинга тут отпрыгнул пока. Все-таки хотят сцепить. Прямо сейчас смог. Нажали даже тундра. Интересно. Будет очень-очень широкий обход и заход за спимом. Я думаю, плюс-минус Cloud9 должны понимать, что происходит. Но Ватсон пользуется этим таймингом и просто сносит бараки. Просто сносит бараки. Отбегает. Отбегает тундра. Cloud9. Underlord поставляется первым. Это правильно. Под нулифайр на него фокус. И что, просто продадут? Ватсон здесь. Бим. Надо спасать. О, какая палка на врыв свартер. Рабзес после этого БКБ. Пытается бить Фишмана. Сразу атака на Топсон. Есть Грейв. Топсон поживет. Вот какое-то время получает Disruption. Пьюра БКБ нажимает. Той пытается убить Ватсона. Без Аегиса. Дассел погибает. Ватсон нужно немножко урона. Да, Ватсон. В итоге погибает. Один в два. Погиб Шрадоу Демон. Low хп-шный Тудор пытается ступить. Но Ван догоняет. Пьюра пытается убить. На развороте Дассел. Байбек. Чтобы спасти Пьюра не получается. Он погибает все-таки. Отпрыгивает снайпер. Питов Мали ставится. Тут как тут Топсон. Байбек. Ватсон Демона тоже. Рамзе с позиции. Малый хитпоинт. В арене раскрачивается от Номана. Но здесь уже по идее команде Cloud9 ловить нечего. Да, нет ДК. Но остальные уже байбеки нажали. Вы свою задачу выполнили. Можно уйти. Драка все равно за Cloud9. С большим запасом причем. С очень большим запасом. Потому что по итогу у тебя бай потрачено. И у меня опять же дежавю с прошлой карты. Только ты в другую немножко в сторону пошло. Потому что теперь найди ШД. 4-5 будет драка. Найди Даззл. 4-5 будет драка. Просто напасть с правильной точки. С правильной позиции. И Тинкер опять же через текст играет снова эту игру. И он очень близко к тому, чтобы его купить. А это тот самый дизайбл, который позволит этого Даззла. Потому что демона искать, ловить, нападать, убивать. Ну и все-таки, да. Вот сейчас довольно показательная драка была. Где дали возможность наносить урон с Лардо. ДК. Тоже бил. И все равно тяжело пробивать. Потому что бафы. Потому что куча хила. И Пьюр стоит. Дерется. Да, Блокимбайр. Да, почти убил Ватсона. Но это все равно еле-еле. Буквально вот чуть-чуть. За малым. И все равно ты добивая одного только Ватсона. Должен еще и осознавать, что есть Манки Кинг нетронутый практически. А который готов биться. И у тебя у самого уже ресурсов не остается. Просто-напросто. Вы должны убегать назад. И даже тратить байбеки. То есть, в принципе, вот этот вот план и идея Клауд Найн имеет право на ситуацию. К этой минуте, когда Тинкер покупает все, что ему нужно, он силен. Команда под ним действительно работает. Проблема, конечно, в лейнинге. Проблема в том, что эрлигейм тяжело проводить. Но если доживаем до нужной минуты, играем макро классно, что именно в этой карте Клауд Найн сделали, на мой взгляд, очень гениально. Да, то есть, они прям разыграли. Наверное, лучше не придумать. Они выдержали всю самую противную для них стадию. Там, где они проигрывали после лейнинга. В итоге вышли нужные слоты и сейчас доминируют. Красиво? Красиво. И находят у нас опять Рамзеста. Битняга Рамзеста. Какого они там вообще-то уже? КБ сразу только выйти из-под арены. Грейпин с гриппом держит. Грейп покалечит. Дальше ставит Дием. Питов Малис. А в итоге на себя-то на Дазла любимого сейв не оставил. Дазл просто выпадает, как саппорт лопается вместе с ШД. И это оба-два героя, которые укупались. Байпэков нет, об этом знают прекрасно. Клауд Найн, пять в три ситуации. Жмется глип, Юр под формой. Но экстримы пошли бы в трон. Вот в этой ситуации. Уже бы. Прыгает в ДК. Юр. Больно, нечем защищать. БКБ нажимает поздновато. Глейвы летят, но будут жить. Будет жить пока Юр. БКБ на разворачивание подраться. Рамзе страдает тоже. Не терпят урон, не держат дэмэджи. Идут в трон. Глауд Найн. И попробуй их тут останови. Попробуем эту карту тут. Не отдай. Это под Тинкером уже не пробить. Гага. Тем, что есть. Да, ну что, очередное поражение снайпера. Наконец-то победа Тинкера. И вот теперь ты посмотрел с одной стороны, когда команда не может идти и не может подраться. И с другой стороны, когда команда может пойти подраться и что-то поделать. Тинкер каждый раз здесь и что-то делает. Был ли импакт и было ли это хорошо? Я с концепцией обстановку вопроса не согласен. Потому что, мне кажется, и в первой карте особо мало, чем можно было сделать. Ну, примерно, наверное, также на таких же условиях, что и в этой карте.